В 1928 году грибок в чашке Петри убил некоторых из находившихся там бактерий. Известно, что Александр Флеминг исследовал это явление и обнаружил пенициллин – пример случайного открытия и удачливости. Многие научные карьеры состоят из счастливых случайностей, успехов и неудач, но не только из них. Продуктивность учёных и их способности тоже имеют значение. Так можно ли предсказать, кто сделает исключительное открытие и когда? Является ли научная карьера предсказуемой? Чтобы ответить на эти вопросы, международная группа изучала публикации множества учёных, представляющих разные научные дисциплины. Возьмём, к примеру, Ричарда Фейнмана, который был отмечен Нобелевской премией по физике за работы в области квантовой электродинамики. В течение своей карьеры Фейнман опубликовал 32 работы в журналах Physical Review. Влияние учёных отслеживается по цитированию, потому сколько раз другие учёные во мире упомянули то или иное исследование в своих работах. Давайте посмотрим, как часто цитировались работы Фейнмана в течение первых десяти лет после их опубликования. Его работа, имеющая наибольшее влияние, теория взаимодействия Ферми, продвинула наше понимание физики далеко вперёд. На неё ссылались 330 раз. Таким же образом, международная группа реконструировала карьеры более чем 20 тысяч учёных, работавших в разных областях, в том числе в области нейронаук, экологии, физики, химии, экономики. Все эти карьеры выглядят по-разному. У них есть свои спады и подъёмы. Для того, чтобы определить выдающееся открытие, команда сосредоточилась на наиболее цитируемых публикациях каждого из учёных. Здесь они отмечены красными точками. Согласно имеющимся данным, учёные склонны делать крупные открытия, когда они молоды. Этот вывод соответствует результатам предыдущих исследований научного творчества. Например, первая линия здесь отмечает границу 23-летней карьеры. Этот учёный опубликовал свою прорывную статью на пятом году карьеры. Вторая линия отмечает 14-летнюю карьеру с самой высоко цитируемой работой, опубликованной в первый же год. Когда исследовательская группа изучила причину столь раннего творческого успеха, был обнаружен удивительный факт. Учёные просто более продуктивны, когда они молоды. И это повышает вероятность того, что они добьются успеха в первые годы карьеры. Конечно, существует вероятность того, что самая цитируемая работа будет опубликована на любом из этапов научной карьеры. Это может быть первая публикация, она может появиться в середине карьеры или стать последней работой учёного. Другими словами, пики карьер распределены рандомным образом, и это не зависит от научной области. Исследовательская группа пришла к выводу о немалом значении простого случая. Но научные карьеры не совсем случайные. Имеют высокое значение способности учёного. Таким образом, исследовательская группа разработала модель, учитывающую факторы удачливости, продуктивности и способностей. Они пришли к этой формуле, в которой C означает влияние отдельной публикации, P означает удачливость, в то время как Q отражает способность учёного взять идею и превратить её в прорывное открытие. Каждый из учёных имеет своё уникальное значение Q, которое может быть высоким, как у учёного слева, или низким, как в примере справа. Значение P, отражающее удачливость, колеблется на протяжении карьеры учёного. Неудивительно, что выдающиеся открытия появляются в результате сочетания удачливости и способностей. Как говорил Луи Пастер, фортуна улыбается только тем, кто к этому готов. Можно было ожидать, что значение Q будет расти в течение научной карьеры, с увеличением опыта учёных. Но это не так. Индивидуальное значение Q, похоже, остаётся постоянным. Это может сделать данный показатель более значимым, чем другие используемые показатели, такие как индекс Хирша, который растёт с течением времени. Тем не менее, есть ещё много вопросов. Возможно ли обучать учёных так, чтобы они имели более высокое значение Q? И нужно ли использовать этот показатель для принятия решений о финансировании научных работников? Это дискуссионный вопрос. Если вы занимаетесь научными исследованиями, то будьте решительнее. Немного удачи, и ваш следующий проект может стать для вас самым успешным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова